Прежде чем попасть на выставку дизайнерских елок, новогодние красавицы прошли отбор. На суд жюри и зрителей представлены лучшие из лучших, самые яркие и привлекательные елки, причем многие из них отдаленно напоминающие настоящую лесную красавицу. Участники конкурса не ограничивали свою фантазию. Композиции ребята изготовили из самых разных материалов и самой разной формы. В ход пошли шишки, мох, морские ракушки, пластиковые стаканы, вилки, макароны. Не пренебрегли мастера и обычными детскими кубиками. Внимание посетителей выставки конкурса привлекла и эта ель из самых настоящих болтов. А вот Варвара Величко выбрала более нежный материал и смастерила самую мягкую новогоднюю елку. Моя елка зовут Шнюня. Она сделана из пенопласта, покрашена в желтый цвет. Сверху она украшена шерстью, а на шерстье всякие булавки. На конце сверху наперсток, а на шерстье веревочки и пуговки. Шнюня от слова шьет. Помимо грамоты дипломов, младшим школьникам вручили и специальные призы. Билеты в зоопарк, дельфинарий и на различные мастер-классы. В приоритете у судей и те елки, которые не просто креативны, но и со смыслом. Творческая работа должна сподвигнуть к размышлениям, считают организаторы. Но эта номинация значится уже в списке взрослых конкурсантов. Есть здесь и елка посвящения. Эту композицию посвятили режиссеру Эльдару Рязанову. Всего в конкурсе новогодних дизайнерских елок приняло участие 174 человека и 165 елок. Некоторые работы делали группой. Оценивались композиции в 18 номинациях, среди которых самая карнавальная, самая креативная, самая сладкая елка. Вручили дипломы конкурсантам и за яркость исполнения, за изящное решение темы конкурса, за лучшее звучание русской темы.